Ребят, всем привет, с вами Джамбо Макс и в этот раз я выскажу вам свое мнение по поводу PlayStation 5, а именно отвечу на вопрос, почему PlayStation 5 будет хуже, чем Xbox Series X. Сразу хочу отметить, что это никакой не факт, а лишь мое мнение на будущее событие, которое видится сейчас в обсуждении всей этой игровой дежухи. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и в этот раз написать в комменты, что для вас будет лучше в следующем поколении, Xbox или PlayStation 5. Поэтому в комментариях напишите либо Xbox Top, либо PlayStation Top, ну или то и другое сразу, если вы собираетесь покупать сразу обе консоли. И давайте начнем. Ох уж этот 2013 год, Xbox огромный, Xbox слабее PlayStation, Xbox совсем без игр, Xbox 720p, все экзы слили. 2020 год. Зато будет отличное охлаждение. Дизайн просто не подойдет для вашей квартиры, он просто идеальный. Временные эксклюзивы тоже эксклюзивы. И вообще мощь не главное. В принципе, данную обстановку мы наблюдаем уже сейчас, поскольку плойка, по моему мнению, наступила на те же грабли, что в свое время наступил Xbox One Fat. Если вспомнить то время, то при показе Xbox One получил кучу хейтов в свою сторону из-за ряда причин. Консоль получилась в железе по факту слабее своего конкурента. Дизайн получился огромный и тяжелый по сравнению с PlayStation 4. После показа игр ходило много слухов о том, что консоль будет иметь одноразовые диски. Также Xbox хейтили за слив эксклюзивов из-за временной эксклюзивы. Ну а еще и хейтили его за цену, поскольку Xbox стоил дороже на старте из-за кинекта в комплекте. Что мы видим сейчас? А видим то, что у нас в России идет некое переобувание. По комментариям стало заметно, что размер не особо важен. И главное, дизайн консоли, который придает мега-пупер-супер-некс-ген. То, что игры не будут такими четкими, это оказывается мало кого волнует. Хотя до этого просто вопили в каждом углу о том, что на плойке все четче и лучше, и она мощнее. По поводу временных экзов тоже тишина от них, если кто-то не читал подробности, в нашей группе ВКонтакте, кстати, советую подписаться и быть в курсе всех событий. Если что, стало известно, что на прошедшей презентации Sony показала не только полноценные эксклюзивы, но еще и временные эксклюзивы, которые через какое-то время появятся на Xbox Series X. Насчет официальной цены, правда, ничего не известно, но майки уже явно дали понять, что они готовы пожертвовать ценой ради доступности консоли. И это еще при условии, что они не показали версию, которая будет стоить еще меньше, чем Xbox Series X. Если что, я сейчас намекнул про Lockhart. По сути, в этом поколении повторяется ситуация, которая была в восьмом поколении консолей. Но только ситуация здесь совершенно наоборот. Да, Xbox сейчас в дамках и PlayStation ему немного проигрывает. Да, есть и те, кто думают иначе и откровенно защищают плойку, приводя свои аргументы. Но давайте все-таки посмотрим правде в глаза и поймем, в чем PlayStation 5 уступает Xbox с точки зрения простого пользователя. Начнем с первого и банального, за что цепляется любой пользователь, выбирающий консоль. Мощность. Да, с моей точки зрения это не самый главный фактор, на который лично я бы обращал внимание, но мнение большинства остается мнением большинства. Со времен Xbox One X майки прочухали важность в плане мощности и поняли, что люди в большинстве своем мощность выдвигают чуть ли не на первый план. И самое главное, они поняли, что людям важно красивое слово террафлопс. Если террафлопс больше, значит лучше. Так, кстати, думают многие. Да, по факту люди их не увидят и даже мало кто знает, что это такое и для чего это. Знаете, это такая же история, как с пикселями. Где больше, там и лучше, хотя разбираясь детальнее в фотографиях, а именно в камерах, пиксели это тот же маркетинг, на который все ведутся. Да, безусловно, это важные детали в устройстве, но по правде сказать, это не то, на что бы профессионал обращал бы внимание. Но люди обращают, требуют, сравнивают и позиция у майков в этом случае получается более выигрышной. Поскольку Xbox Series X получился по факту мощнее в террафлопсах, чем PlayStation 5. Соответственно, она должна быть для многих лучше, как когда-то для многих была лучшей PlayStation 4. Дизайн консоли. Да, он не важен при игре, ты на него не смотришь целые сутки, но с точки зрения первой покупки и осознания того, что ты получаешь что-то мощнее и компактнее, повышает шанс выигрыша. Xbox также в этом плане обходит плойку, поскольку если примерно посчитать и сравнить габариты консолей, то PlayStation 5 получилась просто космическим кораблем. Еще, кстати, к минусу дизайна выскакивают вопросы к охлаждению и шуму. Да, опять же, никто ничего не знает, нужно смотреть по факту, но обычному пользователю пофигу на это. Ему нужно знать здесь и сейчас, чтобы сформировать свой выбор. И объяснение этому кроется в том, что он опять же компактнее, использует минимализм в дизайне, будет тихим при работе, а самое главное для многих будет иметь очень хорошее охлаждение. И будет при всем этом являться консолью помощнее. Понимаете, да? По сути, новый Xbox сейчас обошел плойку ровно так же, как и в свое время PlayStation 4 обошла по этим параметрам Xbox One. И в данном случае охлаждение и шум для многих пользователей ой как важен, поскольку в свое время они наслышались историей про турбины от плойки четвертой. Опять же, майки это уже все проанализировали и уже заранее уверили, что в этом плане Xbox будет лучше. И вы можете не переживать за все это, что в принципе очень круто повлияло на мнение консольных игроков. Также Xbox обойдет плойку за счет выгодных предложений в плане игр. Представьте себе, что новые игры будут стоить почти 5 или 6 тысяч. Хотя приоткрою вам некий секретик. Уже походу начинается повышение цен. И тот же Madden 21 будет стоить на плойку уже почти около 5 тысяч. А это еще, друзья, старое поколение. Так вот, ни для кого не секрет, что в этом плане подписка Xbox Game Pass просто рвет стратегию Sony продавать игры по отдельности. Пользователи не дураки и понимают, что им выгодно. И с опытом Xbox One они самое главное знают, где выгоднее. А выгода кроется в подписке. С помощью нее вы сможете поиграть абсолютно во все эксклюзивы майков за копейки. Считайте, когда на плойке за 10 косарей вы сможете купить всего лишь 2 эксклюзивных проекта, то на Xbox Series X при помощи подписки Ultimate, в которой есть Xbox Game Pass, которая включает в себе просто сотни игр. И в которой есть Xbox Live Gold, которая позволит играть вам в онлайн. И всю эту подписку можно оформить за 12 месяцев при ценнике в 11 тысяч. И вы при этом получите и онлайн, и игры по голду. И еще самое главное, вы получите новые и старые игры в подписке Xbox Game Pass. Не, ну реально, разница в экономии тут просто бешеная. И она по-любому за консолью Xbox. Майки очень доржат этой подпиской, поскольку они с нее очень много зарабатывают. И поэтому с каждым разом они будут подогревать к ней интерес и завоюют нереальную любовь в сердцах российских игроков. Поскольку опять же экономия в играх у Xbox просто нереальная. Вспоминая прошлый ролик, в котором я упоминал смарт-деливери и обратную совместимость, делаем вывод, что в плане отношений к игрокам Xbox также на высоте. И при покупке нового Xbox вас не заставляет покупать одну и ту же игру 2 раза, что не делает в данный момент Sony. Sony вообще по сути для многих поставила очень жесткие правила перехода на новые поколения. В тот момент, когда некоторые игры она могла бы выпустить и на старое, и на новое поколение, она выпускает только для нового. С точки зрения продаж новой консоли это правильно, но с точки зрения игроков, которые не хотели бы покупать новые поколения на старте, это чутка наглость. Учитывая при этом, какая стратегия у майков. Я думаю вы сами поняли, что для обычного игрока является выигрыша. Насчет экзов пока неизвестно. По сути майки в июле покажут нам только часть того, над чем работают новые студии. А делая вывод именно с тех игр, которые показал PlayStation, многим понравилось не так много игр, а лишь пару игр или одна, как примеру, мне от Sony понравился лишь новый Человек-паук и Рэтчет. А вообще рассуждая об экзах, это считайте лишь малая часть тех игр, которая будет на консолях. И в основном все играют в мультиплатформу. А тут, как вы знаете, подписка Xbox Game Pass также может вырваться вперед. Поскольку помимо экзов, она включает в себя и мультиплатформу, которая также может войти в эту подписку. Да, какие-то топовые игры придется знатно подождать. Но факт того, что некоторые хайповые проекты могут в течение времени пополнить эту подписку, как, к примеру, это сделала та же RDR или GTA V, остается фактом. На мой взгляд, единственный случай, когда на плойку можно реально посмотреть, так это только ради эксклюзивных проектов. Как это было в принципе на PlayStation 4. То есть, по сути, как по мне, плойка опять же создана для того, чтобы в нее играть только в эксклюзивные проекты, не более. Но мне почему-то кажется, что многие могут купить плойку лишь из-за большой и эффектной рекламы компании, в которой она будет гласить, что это лучший выбор для геймера. Майки, по сути, не могут в рекламу, ни со времен Xbox 360, ни со времен Xbox One, и не факт, что они будут это делать в новом поколении. Поэтому, несмотря на то, что Xbox по факту обыгрывает в каких-то моментах плойку, за счет рекламы многим будет казаться обратное. Плюс, возможно, плойку могут купить те, у которых накопилась большая библиотека игр из PlayStation 4. Ну, дабы ее не потерять и быть с ней в новом поколении. Но официальные информации, какие именно проекты войдут в обратку, пока неизвестно. А вообще, самая сильная сторона бренда PlayStation заключается в ее фанатах. Поскольку их нереально много, и им не влом поддержать свою консоль и с пеной у рта пытаться переубедить, что плойка это идеальная консоль, а остальное все говно. В любом случае, призываю вас играть на том, на чем вам больше всего нравится, и получать удовольствие от игр. Какая ситуация будет на самом деле, и кто будет лидировать на рынке, пока неизвестно. И лучше все-таки смотреть по факту. И на этом, в принципе, все. Вот такой вот видосик, такое вот мнение. Если он вам понравился, ставь лайк, подписывайся на канал. Также не забывай писать свое мнение в комментариях. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok